Белла Рэмси появилась из ниоткуда, чтобы сразить гиганта и произвести неизгладимое впечатление на всех, с кем они когда-либо работали. Без сомнения, их жизнь навсегда изменилась после появления в самом большом шоу на планете. Белла Рэмси родилась 25 сентября 2003 года в Ноттингеме, Англия, где они влюбились в актерское мастерство, когда им было всего три года, и присоединились к своей старшей сестре, чтобы выступать перед своей семьей. После участия в нескольких местных постановках, Рэмси был принят в телевизионную мастерскую, которая стала отправной точкой для нескольких работающих британских актеров. В то время им было всего по 10 лет. Меньше чем через год Рэмси прошел прослушивание на роль леди Лианны Мармонт в сериале «Игра престолов». В итоге они записались на этот концерт, и таким образом их первая профессиональная роль на экране была практически в самом крупном телешоу в мире. В 2019 году Рэмси поговорил с «The Guardian» о съемках шестого сезона и рассказал, «В первый день мы снимались на лошадях, как раз перед битвой из этих ублюдков». Это было потрясающе. Один из членов съемочной группы указал на траву и сказал, «Вы знаете, что кого-то наняли, чтобы разместить эти пучки травы в очень специфических местах». Когда Белла Рэмси проходила прослушивание в «Игре престолов», они действительно произвели впечатление на шоураннеров Д.Б. Вайса и Дэвида Бенеофа, а также на Марка Милада, который был режиссером «Игры престолов». Их дебютный эпизод «Сломленный человек». Как сказал Майлок в интервью The Hollywood Report, она пришла на кастинг, и мы были совершенно сбиты с толку. «Это был один из тех моментов, когда ты думаешь, боже мой, какая я звезда». Вы и мечтать не могли о встрече с более очаровательной молодой леди. Рэмси было всего 11 лет, когда они снимали свои первые сцены. Практически все их коллеги были шокированы тем, насколько компетентными они были с самого начала. Коллеги были готовы к долгому рабочему дню, чтобы помочь молодому актеру научиться справляться со сложной постановкой, но Рэмси потребовалось всего полчаса на репетицию перед началом съемок. Как также признался Милот, конечно, остальным из нас было очень стыдно, потому что она знала каждое слово и каждую интонацию. Уровень таланта там просто смехотворный. Она та, на кого мы будем оглядываться через 20 лет, и она будет править Голливудом. Она просто потрясающая. Сегодня ты не изменишь своей вере. Изначально предполагалось, что Лианна Мормонт появится только в одном эпизоде шестого сезона «Игры престолов». Но Белла Рэмси произвела на шоураннеров такое сильное впечатление, что они расширили свою роль до конца сериала. Д.Б. Вайс рассказал о работе с молодым актером во время специального выпуска внутри эпизода, следующего за 8 сезонам «Долгой ночи». А потом мы встретились с Беллой Рэмси, и мы поняли, что не справились бы со своей работой, если бы оставили ее в качестве. Это персонаж одной из сцен. Проще говоря, если бы не острое чутье Вайса и Бенниофа на талант Рэмси, «Игра престолов» упустила бы бесчисленное количество незабываемых моментов, связанных с Леди Лианной. В течение восьми сезонов «Игры престолов» работало множество детей и актеров. Хотя, конечно, это не совсем детское шоу. Когда Белла Рэмси начала играть Лианну Мармонт, они были самыми юными на съемочной площадке и оставались ими большую часть своего времени в сериале. В седьмом и восьмом сезонах на заднем плане были и другие дети, но у Рэмси была более значительная нагрузка из-за количества сцен, которые они снимали. Появлялось и количество диалогов, которые они должны были запомнить. Время, поведенное Рэмси в «Игре престолов», в конечном счете помогло им понять, что им гораздо комфортнее находиться рядом с пожилыми людьми, и что работать со взрослыми легче, чем с детьми. Как они сказали в «The Guardian» в 2023 году, у меня нейродивергентный характер, и это одна из причин, почему я чувствую, что меня лучше понимают взрослые. Меня это нисколько не смутило. Находиться рядом с детьми моего возраста было бы намного сложнее. Рэмси больше не является подростком, но у них по-прежнему сильное чувство товарищества со многими из их старших коллег. В том числе и с Крейгом Мазином, шоураннером «Последнего из нас», поскольку они вдвоем поддерживали друг друга в трудные моменты очень серьезного шоу. Из-за того, что у «Игры престолов» был такой растянутый сюжет, некоторые выдающиеся актеры никогда не делили друг с другом экранное время. Многие персонажи в конечном итоге сошлись в последних двух сезонах, хотя так было не со всеми. Как и Лианна, Белла Рэмси обычно оказывалась на севере Вестероса, поэтому они, естественно, появлялись вместе с другими людьми, которые проводили большую часть своего времени на севере. Среди них были Лиэм Каннингем в роли Сира Давоса и Кит Харрингтон в роли Джона Сноу. В интервью «Метро» в 2020 году Рэмси объяснил, что эти двое коллег по фильму позаботились о том, чтобы руководить ими во время их участия в шоу. Как они сами выразились, я многому научился у них об интервью и о том, как их проходить и просто быть самим собой. Они, очевидно, знали, что мне придется что-то делать, поэтому помогли мне, подготовив к этому. И в свою очередь Харрингтон и Каннингем всегда говорили о Рэмси только замечательные вещи. Как Каннингем сказал The Hollywood Reporter в 2016 году, есть старая пословица о том, что актеры никогда не должны работать с детьми или животными. Но это чушь собачья, когда дети так хороши, как этот молодой человек. Леди — это одно удовольствие играть напротив. Она была просто потрясающей. Белла Рэмси была, по сути, главной звездой шестого сезона «Игры престолов», так как их дебютный эпизод вышел в эфир на пике популярности сериала. Благодаря этой новообретенной славе они превратились из обычных детей со страстью к искусству в международную сенсацию практически за одну ночь. До этого Рэмси должен был держать свое участие в шоу в секрете от всех, кроме их ближайших родственников и лучшего друга. По мере того, как шло время и леди Лианна продолжала производить впечатления на протяжении последних трех сезонов, Рэмси узнавали все больше и больше. Незнакомца на улице даже часто называли ихми леди. Как признался Рэмси в интервью The Guardian в 2019 году, это было безумно. Вас сейчас постоянно спрашивают об «Игре престолов». Да. Это было ошеломляюще для молодого Рэмси. Тем не менее, очевидно, что они производили положительное впечатление, поскольку их обожали все фанаты. Белла Рэмси никогда не интересовалась актерской деятельностью только ради того, чтобы стать знаменитостью. Вместо этого им нравится воплощать сложные характеры и узнавать больше о себе и других с помощью художественного самовыражения. Как утверждал Рэмси в интервью Nottingham Post в 2019 году, я никогда не хотел играть, чтобы стать знаменитым. Рэмси воспользовался всеми атрибутами громкой актерской карьеры, но только по необходимости. Как они объяснили, люди создавали поддельные аккаунты в социальных сетях, выдавая себя за меня. В биографии одного из них были нецензурные выражения, и люди говорили, вам не следует так ругаться. Но это был не я. Именно поэтому мне пришлось завести официальные аккаунты в Твиттер и Инстаграм. Рэмси ценит уважительное отношение фанатов и позитивное внимание, которое они получают. Но иногда бывает неприятно, когда они хотят поддержать своих близких в трудную минуту. С тех пор, как Рэмси получил роль Элли в сериале «Последний из нас», он стал испытывать все больше негативного внимания. В основном это происходит от фанатов видеоигры, на которой основан сериал, поскольку они не совсем похожи на оригинальную анимационную Элли. Это особенно расстроило создателя «Последнего из нас» Крейга Мазина, который официально заявил о том, как он заботится о Рэмси. Хотя Белла Рэмси, вероятно, не назвала бы себя особенно общительной или напористой в своей собственной жизни, они определенно чувствовали себя сильными и свирепыми, играя Лианну Мармонт. Как они рассказали «Закат» в 2019 году, мне нравится, насколько она сильна, умственно, физически, с точки зрения личности. Мне нравится, как она отстаивает то, во что верит, невзирая на цену или последствия. Я действительно восхищаюсь ее уверенностью в себе, тем, как она может просто стоять на своем, не дрогнув перед всеми этими людьми. Рэмси любит актерскую игру, потому что это дает им возможность исследовать характеры, не похожие на них самих. Престиж проекта или его отсутствие не имеет для них значения, когда они выбирают, в каких концертах участвовать. Как они сказали газете Nottingham Post, мне просто нравятся любые интересные роли, когда я играю многослойных персонажей. Игра Лианны помогла Рэмси обрести уверенность в себе как актеру, так и молодому взрослому человеку, и они не были разочарованы ужасной смертью своего персонажа. Как они признались Энтертеймент Викли, я хотел либо оказаться на железном троне, либо умереть по-настоящему хорошо. Так что я счастлив. Маленькая, но могучая Лианна убила гиганта криком воина прямо перед тем, как скончалась от полученных травм, так что вполне логично, что Рэмси был удовлетворен таким смелым финалом. Вы умрете. Я подумала, и что же. Но я была счастлива от этого. Какая странная жизнь, не так ли? Я знаю. Вы правы. Совершенно очевидно, что талант Беллы Рэмси стоит особняком. Просто спросите любого, кто когда-либо работал с ними, и они почти всегда будут петь им дифферамбы. Время, проведенное Рэмси в Игре Престолов, несомненно, помогло им добиться больше известности, что могло бы занять немного больше времени, если бы они не участвовали в самом популярном шоу на планете. И вот, когда Крейг Мазин просматривал записи с прослушивания на роли Ли в Последнем из нас, он не мог не узнать Рэмси. Как он признался Эль в 2023 году, я подумал, о, черт возьми, это Леди Мармонт. Мазин смог забыть о своем фанатском волнении и честно оценить качество прослушивания Беллы. И в конечном счете, осознание того, что именно они подходят на роль Элли, стало лишь подтверждением таланта, который он уже увидел, посмотрев Игру Престолов. Когда мы увидели прослушивание Беллы, мы подумали, вот и все, мы закончили, мы получили это. Она Элли. Белла Рэмси с трудом заводила друзей на протяжении всего своего детства, а слава, которая пришла вместе с их актерской карьерой, только усложнила это. В конечном счете, они просто никогда не были по-настоящему счастливы в школе. Как они объяснили изданию The Standard в 2019 году, все были помещены в коробку. Там не было места для персонализации. Рэмси просто не мог чувствовать себя комфортно в среде, которая подчинялась определенным социальным и академическим нормам, которые не обязательно подходили для всех. Поэтому какое-то время они пытались учиться на дому, но когда и это не сработало. Они поступили в Интершколу, которая по сути является средней школой, которая принимает «Размещайте полностью онлайн». Интерхайм позволил Рэмси придерживаться гибкого графика, чтобы они могли заниматься актерской карьерой, не жертвуя при этом своим образованием. Они также смогли сблизиться со своими одноклассниками по Интерхайму, что помогло им не упустить важные социальные аспекты учебы. Теперь, когда Рэмси закончил обучение в британском эквиваленте школы к двенадцати, им стало гораздо легче общаться со своими сверстниками. И в конечном счете они считают свое решение прекратить посещать традиционную школу правильным. Отношения между Джоэлом и Элли в сериале HBO «Последние из нас» — это сердце истории и самый резонансный элемент для многих фанатов, которые играли в видеоигру или смотрели шоу. Джоэл становится отцом Элли, а она становится его дочерью. Таким образом, для успеха шоу было абсолютно необходимо, чтобы Белла Рэмси и Педро Паскаль смогли успешно передать эту связь на экране. К счастью, эта задача была немного облегчена благодаря некоторой общей истории. После того, как Паскаль и Рэмси получили роли Джоэла и Элли, они смогли быстро найти общий язык благодаря своему опыту в «Игре престолов». Хотя персонаж Паскаля умер за несколько сезонов до появления Лианны Мармонт, два актера смогли сблизиться за время, проведенное в Вестеросе. Как сказал Паскаль в интервью Entertainment Weekly в 2023 году, «Я чувствую, что благодаря этому мы стали одной семьей, еще не зная друг друга». Появление двух персонажей, которые понравились фанатам, и их уход — это параллель для нас обоих, и своего рода сближения еще до того, как мы познакомились. Это шанс сблизиться. Так что да, я благодарен вам за это.